Хорошо, а мы продолжаем изучать качество характера, потому что качество характера, проявление человека в этом мире, это называется как качество его характера. Они есть, которые идут в соответствии с Торой, а есть, которые идут против Торы. И вот человек преодолевая те качества характера, которые идут против Торы, он поднимается на более духовный уровень. Следуя, выполняя эти качества характера, их усиливая и позволяя им управлять своей жизнью, своими решениями, которые идут по Торе, которые Бог назвал хорошими, то человек в этот момент входит в резонанс со Всевышним и поднимается на следующий уровень. И вот эта книга называется «Книга о человеческих достоинствах или пути праведников». То есть, чтобы стать праведником, правые – это те, кто идут направо, правильно, правильно по пути Всевышнего, потому что он сказал, что такое правильно, правда, значит добро, то есть это Бог. И вот, значит, когда ты идешь и развиваешь себе правильное качество характера, то ты в этот момент соединяешься с Богом и ты можешь, тебе легко будет потом, легко будет тебе принять уже технические заповеди, которые, в принципе, они технические заповеди, они настолько сложны, они просто дают вот этот вот инструмент, интерфейс связи со Всевышним. Потому что человек-то, он все равно в этом мире что-то должен делать, ты не можешь ничего не делать, то есть у тебя ты проснулся и что-то будешь делать, тебе обязательно о чем-то надо думать, тебе обязательно надо что-то делать. И так, пока ты не заснул, потом ты заснул, потом ты проснулся, опять тебе обязательно целый день нужно что-то делать. Вот Дамир, он говорит, все понятно, чем заниматься, получит дополнительно по миллиону и выплатит сдаку, все. Значит, светлое время суток уже заполнено. То есть, ты работаешь, зарабатываешь, выплачиваешь сдаку, тебе есть чем заниматься. А если человек не хочет, например, заработать миллион и выплатить сдаку, чем он будет заниматься? Проснулся? Ну, что делать-то? А ум, он не может молчать. Он все время тебе что-то будет включиться, и как начнет тебе что-то старые пленочки. Интересно, что ученые посчитали, сколько мыслей проходит сквозь сознание человека за день. Они сказали от 50 до 70 тысяч мыслей. И интересная цифра. Из них 80% или 90%, я не помню, одни и те же мысли каждый день. То есть, человек все время думает одни и те же мысли. Потом он узнал что-то новое, запомнил. Есть шанс, что у него завтра это то, что он запомнил, всплывет. Но если он ничего не изучает, а вот он просто живет и живет, что у него будет всплывать? Одни и те же мысли, одни и те же схемы, одни и те же сценарии. Все будет одно и то же. Теперь, если ты учишься, если ты работаешь над собой, то ты можешь совершенствовать свой характер, совершенствовать свое мышление. И ты внедряешь себе, нам-то всем не повезло, можно сказать, да? Нас в детстве, в детстве нас чему обучали? Значит, я помню, путь пионера, всегда будь готов. В этот самый. Звейти с кострами, синие ночи. Мы пионеры, дети рабочих. Близится эра светлых годов. Клич пионера, всегда будь готов. Все. Это вот меня научили в детстве, у тебя всю жизнь не пою. Что это такое вообще? Зачем мне эта песня? Да? Ну, научили, все, спрашивали детей. Я до сих пор помню пионерские ладеря, все речевки. Да, кто шагает дружно в ряд? Пионерский наш отряд. Все. Вот это вот, так мог бы я и жить, знаете? Не зная про Тору. Ну, вот сейчас мы узнаем Тору, и мы можем через Тору внедрить в себя мудрость царя Соломона, мудрость Всевышнего. Да, вся Тора – это мудрость Всевышнего. И что? Вместо, значит, близится эра светлых годов, которую они же обманули-то, не было никакой эры светлых годов, коммунисты-то, они нас обманули, получается. То, что? А здесь Тора нам говорит, близится эра вечных светлых годов, то есть будет вечная жизнь. Теперь, ну, кто-то те пионеры мы знаем, да, кто там эти все песни сочинял. А здесь, кстати, Моисей – это пророк, который уже сколько? 3 326 лет, мы изучаем его Тору. Хорошо, и здесь мы сегодня подошли к моменту. Мы изучаем сейчас качество, которое называется на русском благожелательность. На иврике оно называется рацион, желательность, просто желательность. Да, рацион – это желательность. Такое качество – быть желаемым. Это хорошее качество, да, то есть мы его уже изучаем второй урок, давайте продолжим. И, значит, здесь нам говорится, что вот эта вот желательность, да, желаемость, желательность, благожелательность – это очень хорошее качество. Но нельзя им пользоваться по отношению к злодеям, чтобы не согласиться с ними. И не вожелает ничего дурного, ничего из того, от чего предостерегает закон. Теперь смотрите, что получается. Вот человек есть благожелательный, да, такой, просто желательный. Он ни с тем не спорит, он принимает реальность такой, какая она есть, он рад своему делу, он такой не… Ну, как сказать, вот есть люди, которые колючие такие, да, они вот колючие, они все время там спорят со всеми, они все время там, ну, это не хочу, то не хочу, значит, что ему не скажешь, ему все не нравится, да. Это называется обратное от желаемости. То есть, но если человек вот такой вот, он из… Знаете, как в детстве говорили, страна нехочухи, а вот есть такие дети, которые не хочу. Ему говорят, ну что, значит, поедешь в страну нехочухи, потому что он ничего не хочет. А есть дети, которые… Хочешь кушать? Хочу. А хочешь еще там поучиться? Хочу. А хочешь поиграем? Хочу. Значит, и такой ребенок, что он становится желаемый также для… Его все прям ставят на табуреточку, говорят, смотрите, какой ребенок хороший. Знаете, есть такая шутка, что родители привезли внука уже толстого к бабушке, они ее поставили в тупик, потому что она хотела его подкормить, а он уже толстый приехал. Все. Теперь, значит, вот такой вот хороший толстый ребенок, он у всех вызывает радость, да, потому что он со всем согласен, и он у других людей вызывает согласие. Поэтому вот это качество, благожелательность и согласие, оно, в принципе, хорошее. Но здесь нам говорится, что… Но если ты его начинаешь направлять на злодеев, то уже плохое, потому что злодеи, они, значит, могут… Хочешь наркотики? Хочу. Пошли там в банк ограбим, пошли. То есть, оп, ты уже оказался совсем не там, где надо было. Поэтому качество-то хорошее, но надо смотреть, с кем ты его применяешь. Теперь говорит нам автор этой книги, что если ты направишь это качество на Бога, на Тору и на заповеди, то ты не ошибешься. Например, как Авраам. Был прадец Авраам, с которого все началось. И он настолько был доброжелательный, настолько принимал волю Всевышнего, что Всевышний говорит, а вот давай сейчас тебя проверим. Сына своего принеси в жертву. Он говорит, хорошо, не вопрос. Значит, потому что, хотя Аврааму было трудно принести в жертву собственного сына, он отменил свою волю перед волей Создателя и встал рано утром и собрался скоро с душевным желанием и любовью. То есть, прям сам утром встал, запряг своего ослика, и пошли они приносить сына своего отскака в жертву. Теперь, если ты направляешь свою вот эту вот доброжелательность и согласие на волю Всевышнего или добрых, хороших людей, то у тебя получается, как такая, включается, как снежный ком, да, такая, диаметрическая прогрессия. Тебе хороший человек говорит, давай Тору поучим, давай. Давай помолимся, давай. Поехали на мотиву праведников, давай. Значит, читаешь, Всевышний сказал это сделать. Сделаем. И у тебя получается, тот, кто выполняет волю Бога, как свою, Бог выполняет волю этого человека, как его. Потом ты говоришь так, Всевышний, пожалуйста, чтобы не было пробок, вот должен я проехать. Проехал. Приехал туда. Там очереди нет. Тут, значит, оп, идет тот человек, который тебе нужен как раз. То есть, все начинает складываться. Ты выполняешь волю Всевышнего, Всевышний выполняет твою волю, все идет хорошо. Но, говорит пророк Ишая от имени Всевышнего, горе вам, называющие зло добром и добро злом, полагающие тьму светом и свет тьмою, полагающие горько сладким и сладко горьким. Пророк Ишая говорит, бывает такое, что, и царь Соломон в притчах добавляет, что оправдывающие злодея и обвиняющие праведника оба отвратительны перед Всевышним. Оказывается, человек может ошибиться. И он может, например, вот очень сложная сейчас ситуация, да? Значит, есть конкретные злодеи, которые просто на них пробы нигде ставить. Это Синуар и вся вот эта банда, шайка, которая этих бандитов. Которые бандиты, убийцы, вообще садисты, над своим народом, над Израилем, над всеми-всеми. И вот кучка бандитов, они, значит, создали ситуацию, в которой сейчас, пока этих бандитов не вытащат и не убьют этих крыс, то страдает очень много людей. Но теперь получается так, представляете, вот кто-то там, какой-то маньяк украл человека, ребенка какого-нибудь, да? И сидит, спрятался среди других людей. И говорит, я сейчас его убью, этого ребенка. И не дает людям от него отойти. Теперь мы смотрим со стороны и думаем, кто здесь злодей, кто не злодей. Тот, кто хочет убить маньяка и освободить того ребенка. Но при этом ему нужно, чтобы того поймать, нужно, значит, пройти туда. А как он туда пройдет? В общем, очень сложная ситуация. Поэтому очень легко ошибиться. И тогда говорит пророк Ишая, горе вам называющее зло добром и добро злом. То есть есть люди, которые, они думают, что там парад гордости, да? Идут они, парад гордости, давайте, значит, чтобы в школе детям дали свободу выбора, пусть гомосексуалисты проводят уроки и говорят, что надо быть гомосексуалистом. Это типа справедливо. Но это не честно. Это то же самое, что приходить в школу, например, и разбрызгивать чуму, какую-нибудь чуму, чтобы все умерли. Ну и что? Я имею право. Я привитый. А они, значит, кому повезет, выздоровеют, кому нет. То есть очень легко спутать в этом мире, где добро, где зло, где правильно, где неправильно. И тут как раз получается вот это качество благожелательность, доброжелательность и, значит, рацион, ну, наиврите, то, что называется, такое принятие. Оно может человеку очень сильно помешать, потому что если он его направляет в неправильном направлении, тогда он может уйти прям вообще в никуда. Если он его направляет в правильном направлении, благожелательность его спасет. Теперь, если вокруг больше людей, которые злодеи, сумасшедшие, ошибаются, то тогда, наоборот, лучше бы отключить это качество и стать скептиком, циником. И получается, что если человек скептик, циник, и он никому не верит, то он спасется от негативного влияния, но он и закрыт для позитивного влияния. Понятно? Если он открытый для любого влияния, то, а вокруг влияние плохое, то проблема, он может попасть под плохое влияние. Желающему достичь глубины благочестия, глубины единения, познать Всевышнего, это возможно только, если он мудр, понятлив и обладает этой благожелательной душой негневливой. Понятно, да? То есть, получается, если ты по сути своей, как бы по умолчанию установил вот эту вот свою заслонку, и ты такой раздраженный, гневливый, никого не воспринимаешь, то ты, понятное дело, спасешься от злодеев. Но у тебя нет шансов приблизиться ко Всевышнему. Потому что ты в этот момент, это же качество будет тебя закрывать. Значит, сейчас. Наталья, вот интересно, я сейчас скажу про это, да? Теперь, поэтому, направь свое желание к исполнению воли Всевышнего, и да не станешь непокорствовать перед своими учителями, перед тем, кто знает больше тебя. Как сказано в Торе, приди к коинам-левитам и к суде, который будет в твоем поколении, и не уклоняйся от того, что они скажут тебе, ни вправо, ни влево. А кто поступит дерзко, не слушаясь коина, священника, стоящего там для служения Всевышнему, или судьи, да умрет тот человек, искорени зло из Израиля. Книга Дворим, 17-я часть, значит, от 9 до 12-го отрывка. Получается так, что открытым надо быть к Торе, и к священникам, и тем, кто несут Тору. Тут надо быть открытым. Причем открытым настолько, что если скажут тебе на правое-левое, прям в Торе написано, а на левое-правое, то слушай, что они говорят. Даже если мудрецы сказали тебе, что левое-это правое, а правое-это левое, согласись с ними и отмени свое мнение и волю, дабы поступить по их словам. И тем более следует согласиться с ними и слушаться их, если они сказали о правом, что оно правое, а о левом, что оно левое. Но тут интересная вещь, смотрите, как получается. Почему в Торе приводится этот пример, если скажут тебе мудрецы, что на правое-левое, на левое-правое, то ты должен с ними согласиться. А почему не приведен пример, если они скажут тебе на белое-черное, на черное-белое? Почему не написано, если они скажут тебе на растение-животное, на животное-растение? Написано именно левое-правое, правое-левое. Потому что, вот смотрите, вот это у меня какая рука? Вот эта рука сейчас, она с какой стороны? Вот эта. Она для меня правая, а для вас-то она левая, тот, кто смотрит меня. А вот эта рука, она для меня левая, а для вас-то она правая. Поэтому в Торе приведено именно это сравнение, что если мудрец тебе скажет в вопросах, где все зависит от ракурса, где все зависит от точки зрения, в вопросах, где неоднозначная ситуация, то тогда ты должен их слушать, если они тебе скажут на правое-левое, на левое-правое, им виднее. То есть, откуда им виднее? Они смотрят на ситуацию сквозь призму знания Торы, сквозь призму даже опыта своего, да? Ну, то есть, и мудрецы Торы сквозь знания духовных законов. Понятно, да? Правое-левое – это вопрос точки зрения. Все остальное есть белое – это белое, черное – это черное. Теперь, а вот добро и зло, правое-левое – это очень абстрактные понятия, которые как раз и зависят от точки зрения. И что мы отсюда видим? Что если ты направляешь свое внимание на Тору, на Всевышнего, на то, чтобы выполнять заповеди, и твое стремление идет четко в одном вот в этом направлении, то нужно быть открытым к влиянию Всевышнего, к влиянию Торы, к влиянию раввинов, мудрецов, пророков и так далее. Ко всему остальному миру я бы, например, закрылся. То есть, я… Если человек… Даже если он одет как религиозный, это еще не значит, что он религиозный, да? Если человек… Но, если вы уже нашли там… Читаете книгу. Вот эта книга – тысяча лет. Это факт. Можете ее брать, спокойно учить и ей полностью открыться. Но, если это просто мир, да, то все это очень-очень вилами по воде писано, все эти остальные системы, психологии там и так далее. То есть, тут, значит, доброжелательность хороша к Торе, к религии и к святым людям. Теперь вот вопрос «Ударили по правой подстав левую» – это очень непонятная фраза, которая, с моей точки зрения, она противоречит духовным законам. Ну, как бы то, что я… Как я понимаю Тору. «Ударили тебя по правой щите, подстав левую» – это непонятно, зачем подставлять левую. Ну, какой в этом смысл? «Ударили по правой щите, отойди» и там «Бить в ответ по правой, по левой» – это вопрос еще. Тут можно еще как-то… Ну, есть разночтение, да, потому что иногда «Ударили тебя по правой, ударили по правой», да, то лучше отойти и не бить человека в ответ по левой, потому что он только этого и ждет. Но если тебя ударили по правой подставить левую, в этом нет, ну, непонятно, в какой ситуации и какой духовный закон это регламентирует, потому что по Торе есть понятие справедливость, честность. И не подстав левую – это «не не мстить». Если бы имелось в виду «не не мстить», то сказано было бы так. «Ударили тебя по правой, не бей его по правой» или «не бей его по левой». Это было бы смысл «не мстить». Тогда еще понятно. «Ударили по правой, не бей по правой». «Ударили по левой, не бей по левой». Понятно. «Ударили по правой, уйди». «Ударили по правой, отойди». Но это не смирение. «Ударили по правой, подстав левую» – это провоцирование на жестокость. Это не смирение. Смирение – «ударили по правой, отойди» и «дай Всевышнему разобраться с этим человеком». Или «пойди в суд» и в суду пускай решат, ну, то есть, что с ним делать. Это можно сказать смирение. Или не иди в суд, иди, значит, раскаивайся, жди, ну, что Всевышний тебе… Или скажи «спасибо Всевышнему». Но «ударили по правой, подстав человеку левую» – это непонятно, ну, как бы непонятно, что здесь. Это не смирение, это… Да, не, дай возможность ударить по левой – это неправильно. То есть, ты провоцируешь. Это называется быть добрым к жестоким. То есть, человек тебя ударил. Ты не должен его… Это кто сказал, что домашнее насилие искореняется тем, что человек, ну, там, человек бьет, например, жену, а жена говорит «бей-бей, дорогой, давай, полевай теперь меня, тресни разочек». Ну, это же неправильно. Наоборот, один раз, как вот недавно судили в Казахстане вот этого человека, который… Он ее убил. Она 12 раз к нему возвращалась. Он ее убил, в конце концов. Где здесь… Ну, какая тут работает мудрость? «Ударили по правой, подстав левую». Это вообще непонятно, откуда взято и что имеется в виду. Я не понимаю, во всяком случае. Хорошо, дорогие друзья. Все, на этом мы сегодня… На этом мы сегодня, значит, заканчиваем сегодняшний наш урок. С Божьей помощью завтра продолжим. Завтра у нас пятница, да, перед… Перед субботой, как раз, святым днем, да. А я вспоминаю, как у нас было в школе, да, я помню, в старших классах назвали «пятница», говорили «ну все, наступает пятница-развратница». Представляете, какое вообще извращенное было обучение, ну, вот какие-то были совершенно извращенные идеологии, да. Хорошо, значит, у нас завтра пятница, святой день. Нет, так я же говорю, что в Торе нет этого. В Торе нет этого. Вот этот вот ударили по правой, подстав левую, а потом крестовые походы, и мы всех вырежем. То есть, с христианством, я не понимаю христианство, у меня нету никаких с христианством, ну, вот, связи. Мы изучаем иудаизм. То есть, христианство, есть 400 разных видов христианства. Первых 300 лет оно вообще было другим. Было раннее христианство, потом, которое было просто часть, как секта иудаизма. Я про христианство не говорю, поэтому я не могу разобраться с левой щекой, с правой щекой. То есть, я даже не буду разбираться. Мы изучаем Тору. По Торе мы сегодня изучили, что благожелательность хороша только хорошим святым людям, к святым писаниям, к Богу, но не хороша к людям не очень хорошим. Все. Всем прекрасного дня, чтобы был Всевышний, чтобы был мир в душе, чтобы никто не бил ни по каким щекам, ни тех, ни тех, не подставлял, чтобы ни нас не били, ни мы не били, чтобы были мы веселые, радостные, счастливые. А злые и плохие люди пусть друг друга бьют по левым щекам, по правым щекам, отвечают друг друга. И, значит, пускай они друг с другом разбираются с побоями. А мы будем спокойненько учить Тору зарабатывать, как Дамир нам всегда желает. Зарабатывать, работать, делиться, помогать, радовать других, говорить спасибо. Это не ошибешься. Как говорил царь Давид, тоже не ошибешься. Псалмы. Значит, он говорил так. Сурмират, адвинься от зла и делай добро. То есть, нужно идти, не бороться, сейчас, как говорится, не бороться за мир до последней капли крови, да, а именно создавать, создавать что-то, создавать лучшую жизнь для себя, для близких, для мира. Вот это вот, вот эта тема. Все, счастливо, дорогие друзья, до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok